Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Фри Сенцов. К чему приведет акция в поддержку Олега Сенцова, который голодает уже 20-й день? Бомба раздора, что стала причиной столкновений жителей Одесской области с полицейскими? Лесные жители, кто и под чьим прикрытием уничтожает карпатские заповедники? Я вам пишу, чем письмо Ким Чен Ина так зацепило Дональда Трампа, что их возможная встреча снова стала реальностью. Акция в поддержку Олега Сенцова прошла в центре украинской столицы. Я напомню, 14 мая в российской колонии украинский политзаключенный объявил бессрочную голодовку и продолжает ее до сих пор. О том, как прошла акция и что известно о состоянии Сенцова, расскажет Юлия Жешко. Фри Сенцов! Фри Сенцов! Фри Сенцов! Художники, журналисты, писатели и просто небезразличные люди в цепях и робах. Это кадры не из фильма о побеге из тюрьмы. Это акция в поддержку украинского режиссера и писателя Олега Сенцова. Сегодня 20-й день его бессрочной голодовки. Мы отставим свою политическую позицию в честь того, чтобы освободили Олега Сенцова и остальных политзаключенных. Еще 4 года назад Сенцова арестовали по подозрению в намерении уничтожить памятник Ленину на территории тогда уже оккупированного Крыма. Сенцов свою вину не признал. Я никогда не являлся участником правого сектора, не организовал никаких теоретических групп, не организовал никаких теоретических фактов на территории Крыма. А спустя год суд Ростовской области вынес страшный приговор. 20 лет в колонии строгого режима. С тех пор Олег Сенцов ни разу не просил, чтобы его отпустили. Однако настаивал на освобождении 64 таких же, как он, политических узников. Сегодня весь список политзаключенных огласили активисты. И рассказали, как намерены действовать дальше. Поднять вопрос о освобождении политзаключенных на ближайшем саммите Крым Великой Семьи, который будет вступать в следующий неделю. Конечно, у нас есть требования для Украины. Это создание специального представителя, который будет обеспечиваться вопросом политзаключенных. Не обошли вниманием предстоящее в Москве событие – чемпионат мира по футболу. Символично подписали мячи именами политзаключенных. На найближшем чемпионате света футбола, который походит в Российской Федерации, я болеваю за политзаключением. Внутренне мне, как человеку, хочется, чтобы он прекратил голодовку, потому что это реально становится опасно для его жизни. Но при этом я понимаю его как мужчину. Кто навещает режиссера и как он себя чувствует? В последнее время эта информация фактически закрыта. Но сегодня об этом рассказала сестра режиссера Наталья Каплан. Она тоже была на акции. Олег отказывается от свиданий. Говорит, что ему так легче держаться эмоционально. Ну, просит к нему не приезжать никого из близких. Обычно на такой день голодовки люди уже не способны сами стоять. Это все, что я могу сказать. Последний человек, который его видел и сказал об этом, это Ксения Собчак. Это было по видеосвязи. Она сказала, что он очень худой и бледный. Теряет зубы, теряет волосы. Подобные акции в ближайшие три дня пройдут в 70 странах мира. С уже известным хэштегом. Save Alex Sencev. 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 Поэтому считать, сколько людей пришли поддержать украинца, не имеет смысла. Важно, что сохранить и освободить режиссера хочет весь мир. И каждый из активистов надеется, что украинские власти и мировое сообщество добьются освобождения Олега Сенцова. Юлия Жешко и Сергей Коваль. Подробности телеканал Интер. Акции в поддержку Олега Сенцова проходят по всему миру. К призыву спасти заключенного режиссера присоединились в Австралии, Объединенных Арабских Эмиратах, Канаде, Соединенных Штатах. А в Европе протестуют более чем в 30 городах. Наш британский корреспондент Светлана Чернецкая расскажет все подробности. Сразу в шести французских городах прошли акции в поддержку Сенцова. Париж, Страсбург, Марсель, Бордо, Тулуза и Леон. Люди выходят на улицы с красными карточками для Москвы. Как символ будущего чемпионата мира по футболу, который начнется в России уже через две недели. Я против агрессии России. Я против смерти Олега Сенцова. И я только за мир во всем мире. По количеству городов, где проходят акции, Франция уступает только Германии. Здесь активисты собрались сразу в семи городах. Среди них Берлин, Мюнхен и Гамбург. Несмотря на дождь, люди вышли на центральные площади с призывом спасти украинского режиссера. В Великобритании это уже вторая акция за неделю. Место выбрали стратегическое напротив Даунин-стрит-10. Через дорогу резиденция премьер-министра. Также это одна из самых туристических точек Лондона. То есть это возможность рассказать историю Олега Сенцова людям из самых разных стран. 70 красных карточек по одной на каждого украинского заключенного. Среди них журналисты, правозащитники, художники, студенты. Олег Сенцов пообещал голодать до тех пор, пока не освободят всех политзаключенных. Очень важно, что мы проводим это напереду чемпионат света с футболом. Потому что, возможно, это привернет увагу громадской. Отвернет увагу от ведущего футбола. И привернет увагу до того, что политические вязни умирают прямо сейчас на наших очах в России. Более 40 городов в мире присоединились к акции. Митингуют также в Грузии, Израиле, Португалии, Бельгии, Греции, Австрии, Чехии, Эстонии, Литве, Латвии, Италии, Финляндии, Кувейте, Канаде, США. В швейцарской Женеве письмо с требованием освободить политзаключенных передали представителю России в ООН. Документ подписали мэр Женевы, депутаты парламента, а также писатели и режиссеры. Более 100 человек собрались в Варшаве. Прошло уже больше четырех лет с начала войны, больше четырех лет с аннексией Крыма. Об этом уже не говорят в новостях, и европейцы забыли, что все это происходит, что в России есть политические заключенные, люди которых, по сути, похитили с их родной страны. К украинцам за рубежом присоединились и официальные учреждения. Это флешмоб в европейском парламенте в Страсбурге. А это обращение записали в миссии США в ОБСЕ. Сегодня мы добавляем свои голоса к глобальному призыву освободить Олега Сенцова и позволить ему вернуться домой. Даже в России состоялись пикеты. Москва, Казань, Санкт-Петербург. Активисты призывали освободить Сенцова из колонии, а на чемпионате по футболу болеть за политзаключенных. Люди сменяли друг друга в одиночных акциях, поскольку из-за чемпионата массовые митинги в стране запрещены. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Боевики на Донбассе продолжают вести огонь по позициям украинских военных. Только за минувшие сутки зафиксировано 33 вражеских обстрела, в том числе из запрещенных минскими договоренностями калибров. Трое украинских бойца были ранены. Также боевики препятствуют началу ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции. Все подробности расскажет Игорь Левенок. Окраины Горловки. Вот уже несколько недель здесь не утихают ожесточенные бои. Эпицентр противостояния украинской армии и российско-оккупационных войск село Ленинское. Теперь уже Южное. 8 мая подразделения вооруженных сил Украины взяли под контроль этот населенный пункт. Зашли тихо. Противник нас не обнаружил. Закрепились. Начали окапываться потихоньку. Противник обнаружил наше присутствие уже на следующий день. С того времени боевики неистово пытаются выбить наших солдат с занятых позиций. Ведь Южное это уже пригород Горловки. Армейцы утверждают, этот населенный пункт имеет стратегическое значение. И по Минским соглашениям должен быть подконтрольным Украине. Это была серая зона, село Украинское. В соответствии, там находятся вооруженные силы Украины. Да, это стратегически важная точка. Да, есть выходы и на Горловку, и высотки, которые контролировались противником. Это все в общем плане имеет большое значение. Вот оно, село Южное. Дорогу к населенному пункту плотным огнем простреливают боевики. Это видео снято камерой нашего дрона. По спискам здесь проживают 206 человек. Армейцы говорят, сейчас мирных жителей осталось около сотни. В этом районе штаб объединенных сил почти ежедневно фиксирует вражеские обстрелы украинских позиций и мирного населения. Российские наемники прибегают к тактике выжженной земли. До такой степени, что они уже бронебойно запаливающими боеприпасами по жилых хатах. Просто их подпаливают. Выпаливают однезаводно. На днях боевики ринулись в атаку на наши позиции. Завязался ближний бой. Олег получил осколочное ранение в правую руку, но автомат не выпустил. Противник с потерями отступил. Первый прилет нас откинуло на дно окопа, упали, встали, начали стреливаться, потому что сразу по флангам начала стрелковая работа. Противник подошел очень близко, там 100 метров может. После того, как мы отбили первую атаку, слышали, что там поранене кричали. И машины подъезжали, забирали. Чуть не было. Украинские солдаты уверяют, выбить их с позиций врагу не удастся. За проявленный героизм от командования объединенных сил бойцы получили правительственные награды. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Игорь Щепят. Подробности. Телеканал Интер из Донецкой области. Из-за России НАТО хочет создать 30-тысячные силы быстрого реагирования. Об этом со ссылкой на дипломатов пишут немецкие СМИ. Ожидается, что вопрос обсудят на встрече министров обороны Альянса уже на следующей неделе. Традиционное заседание комиссии Украина-НАТО в эти дни, скорее всего, не состоится из-за блокирования Венгрии. Но Киев и Будапешт уже на пути к компромиссу. Елена Абрамович знает все подробности. Встречи на уровне министров обороны и глав МИД Украины и стран НАТО отменялись более полугода. Заседание блокировала Венгрия, пытаясь убедить Киев пересмотреть закон об образовании. Он увеличивает часы украинского языка в школах нацменьшинств, отодвигая венгерский на второй план. Для Венгрии, которая после Первой мировой войны потеряла две трети своей территории, этот вопрос принципиальный. Отношения стран зашли в тупик и теперь в конфликт вмешались США. Американский госсекретарь Майк Помпео поговорил с венгерским министром иностранных дел Петером Сиарта. Секретарь отметил срочную необходимость поддержки Украины в связи с российской агрессией, включая важность сотрудничества Украины с НАТО и противодействие российскому влиянию в Центральной Европе. После консультации в США Венгрия согласилась на переговоры по образовательному закону. Будапешт предложил Киеву создать межправительственную рабочую группу. Она должна следить за выполнением рекомендаций Венецианской комиссии. Наша цель вернуть закарпатским венграм те права, которые им предоставлялись ранее и гарантировались. Венецианская комиссия предусмотрела, что украинские органы власти должны консультироваться с национальными меньшинствами и воздерживаться от ограничения ранее приобретенных прав. Консультации представителей Украинского министерства образования с венгерскими нацменьшинствами уже назначены на 5 июня. Другой украинский вопрос, которым НАТО пытается помочь Киеву, ситуация на Донбассе. В штаб-квартире Альянса сегодня состоялось заседание комиссии «Россия-НАТО». На редких встречах с представителями России в Альянсе пытаются поддерживать политический диалог с РФ и ищут пути снизить напряжение. Тем временем немецкие СМИ сообщают, НАТО планирует создать 30-тысячные силы быстрого реагирования в дополнение к уже существующим 20 тысячам, чтобы улучшить готовность отреагировать на возможную атаку со стороны России. Из Брюсселя Елена Абрамович, Евгений Каминский, подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». Сегодня ночью в столице около 100 человек в балаклавах и масках пытались захватить торговый центр «Магеллан». Сначала парни захотели зайти вовнутрь, но их не пустила охрана, которая забаррикадировалась внутри. Захватчики решили не оставаться в долгу и также забаррикадировали все входы автомобилями. Затем рейдеры рассредоточились вокруг здания торгового центра. На место событий приехала полиция. Копы составили протокол о нарушении общественного порядка. Никого не задержали. Сейчас ТРЦ работает. Закрыто только помещение супермаркета. Жестокое убийство в Кривом Роге. Накануне вечером в Металлургическом районе, прямо на улице, компания выясняла отношения. В какой-то момент несколько человек схватили одного из участников перепалки и затолкали в автобус «Мерседес». Очевидцы рассказывают, что буквально сразу же прозвучали два выстрела. Затем машина тронулась, дверь авто открылась и из салона на ходу выбросили раненого. Люди вызвали скорую, но спасти пострадавшего не удалось. Он скончался в неотложке. Известно, что погибшему 42 года. Имя его не разглашают, ссылаясь на тайну следствия. И пока также неизвестно ни количество подозреваемых, ни причины такой безжалостной расправы. Эта события зарегистрирована как часть 2 статья 121 Криминального кодекса Украины. Это тяжкие телесные ушкоджения, которые причинили смерть потерпелого. Сейчас план перехопления снят. Однако полиция противным шляхом принимает все необходимые заходы для установления людей, которые причинены для этого злочина. Беспорядки и даже столкновения с полицией в Одесской области. В поселке Цебрикова завтра должны пройти перевыборы в Объединенную территориальную громаду. Но часть местных жителей при поддержке одной из политических сил блокируют избирательный процесс. Все подробности в материале. Выборы в поселке Цебрикова состоялись прошлой осенью. Победу в борьбе за постпредседателя Объединенной громады якобы одержала Татьяна Матрос, представляющая одну из политических сил. Но ее оппоненты опротестовали результаты в суде. Дескать, при голосовании были нарушения, подтасовки. Несколько месяцев шли судебные тяжбы. Наконец было принято решение. 3 июня должны состояться перевыборы. И Центр избирком это подтвердил. Апелляционная инстанция поддержала решение Одесского окруженного административного суда. Прошла уже почти неделя. Решение выполнено не было. Сегодня Терезбирком должен был выдать бюллетени избирательным комиссиям, чтобы те отвезли их на участки для завтрашнего голосования. Но группа местных жителей заблокировала вход в здание. Вместе с ними и Татьяна Матрос, которая называет себя законно избранной главой ОТГ. Я хочу сказать, что в избирательном суде суд признал выборы кислями и сочинками. Речи, не речи, но громады и выборы фейсовиков не должны избираться. В то же время другая часть местного населения выступила за перевыборы. Их поддержал и ряд депутатов облсовета. Люди сами себя провозгласили, люди сами себя назначили. Суд принял решение о том, что выборы были незаконные и надо проводить перевыборы. Знаете, это первый шаг к созданию еще одной незаконной, не дай бог, республики на территории Одесской области. Конфликтующим приехал глава областного совета. Попросил разблокировать помещение, поскольку перевыборы, по его словам, все же должны состояться. Вот у меня решение суда, которое говорит в сторону ваших оппонентов. Мы с вами должны решать вопрос цивилизованно. Пожалуйста, идите в суд. И вот первые столкновения. В полиции, говорят, поступило сообщение о минировании здания, поэтому пришлось оттеснить людей. При этом во время стычек один из мужчин распылил слезоточивый газ в толпе и был задержан. В настоящее время оцеплена территория лентой, сотрудниками полиции проводят и ожидаем взрывотехническую кинологическую службу с города Одесса. После того, как взрывотехники проверили здание, члены террасбиркома все же смогли зайти внутрь. И в настоящее время уже выдают бюллетени на участки. Но очевидно, с учетом нынешнего противостояния, завтрашние выборы могут быть сорваны. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности. Телеканал Интер. Одесская область. Упрощение работы кассовых аппаратов как способ борьбы с контрабандой. Кабмин предлагает запустить электронную систему регистраторов расчетных операций. Об этом премьер заявил на встрече с представителями бизнеса и профильных ассоциаций. Участники совещания согласились, что нынешняя схема использования регистраторов слишком сложна. Ключевые отличия новой системы это онлайн регистрация, отсутствие подтверждающих документов, без обонплаты и электронный чек с QR-кодом. Затем он будет автоматически вноситься в реестр, доступный в электронном кабинете налогоплательщикам. Затем использование РРО в том формате, как есть сегодня, есть и обтяжливо, нерозумно абсолютно, жестко карально. И с точки зрения финансового навантажения тоже это достаточно дорого для того, чтобы утримать развивковые кассовые аппараты. Это в том числе и жесткая борьба с контрабандой, которая так или иначе находит любые возможности для того, чтобы потрапляться на рынок Украины, что негативно впливает на развитие национальной промышленности, что очень важно. И это потребует от нас достаточно серьезных решений. Незаконные вырубки в Карпатском биосферном заповеднике. Едва ли не впервые о них заявили сами лесники. И не только показали их, но и рассказали, кто может стоять за незаконными вырубками. Наши корреспонденты расскажут обо всем подробнее. Сотни пней, траншеи от техники и гор обломанных веток. Лесники Карпатского биосферного заповедника показывают результаты варварской вырубки, которую затеяли здесь двое предпринимателей. Рассказывают, разрешение им дал сам директор заповедника. Предпринимателям отдали два гектара леса. Деревья они срубили быстро, а вот обещанную новую дорогу так и не сделали. Вместо этого окончательно разрушили техникой ту, что была. Пройти здесь сейчас практически невозможно. Лесорубу уничтожили много и молодого леса. Чтобы его восстановить, говорят лесники, понадобятся годы. Пострадала и горная река. Лесники утверждают, заповедники разрешены только санитарной рубки. Но предприниматели пустили под пилу и здоровые деревья. Но вместо того, чтобы запретить предпринимателям вырубку, руководство заповедника взялось проверять лесников, которые заявили о нарушениях. Это все только было прикрытие дороги, эти мости, это все просто прикрытие. Для того, чтобы взяли от этого леса. Акции на наши сформирования нет никакой. Поэтому мы думаем, что они заинтересованы тому, чтобы это прекратить. Которые КБЗ. Эти фирмы основные. А разработку проводит его племянник Шемот Василь Николаевич. Съемочная группа подробностей решила узнать, что может ответить на такие обвинения подопечных директор заповедника. Но он сейчас в отпуске. Его зам убеждает, лесники действительно подали несколько актов о нарушениях. Начальник о них знает, просто еще не успел отреагировать. Но лесники ждать не стали. Уже уведомили полицию о нарушениях. Все рубки и вывоз древесины из заповедника лесники заблокировали. До тех пор, пока правоохранители не дадут свою оценку происходящему. Богдан Вербицкий, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. О крышевании чиновниками незаконных вырубок заявляет лидер оппозиционного блока и уверяет, что уничтожение лесов уже давно достигло угрожающих масштабов. Мы действительно видели и в прошлом году, и это, на жаль, продовольствие. И сегодня практически варварская вырубка лесов в Карпатах. Обходят моратории, формуют другие документы. Митница своя ручная. Они все там погрязли, все в этих схемах. И вырубка лесов, и вырубка бурштану незаконная. Все это громадная коррупционная оборудка, в которую гадуются представители высшего руководства государства. И сегодня они просто не в смазе отмолваться от такого гадувания. Супергерои, воздушные шары и подарки. В Ахмадете отметили День защиты детей вместе с благотворительным фондом. Таблеточки детей поздравили с первым днем лета. Как развлекали маленьких пациентов в нашем репортаже. Для пациентов онкогематологического отделения Ахмадета устроили настоящую сказку. Одни супергерои спускаются с крыши здания, другие играют с малышами по дворе больницы. Организаторы праздника верят, такие мероприятия помогают деткам быстрее восстанавливаться. В основном ребенок находится в палате, он практически не контактирует с внешним миром. У него очень мало положительных эмоций, каких-то событий в жизни, которые могли бы поднять ему настроение, повысить боевой дух. И поэтому очень важно периодически устраивать детям праздники, чтобы они увидели, что жизнь продолжается, что детство продолжается. Дети соревновались в танцах, учились запускать мыльные пузыри. И маленькие пациенты, и родители остались довольны. Больше сподобалось, как Супермен и Бэтмен лазили по скелям и бульбашки. Свято на высшем уровне, просто такая атмосфера, все веселые, просто чудово все. Для них это очень масса позитивных эмоций, хорошее настроение, тем более их состояние, это очень полезно и очень приятно. Спасибо большое организаторам фонда таблеточек за такой хороший праздник для наших деток. В Ахмадите говорят, положительные эмоции действительно помогают в лечении. А такие праздники отвлекают детей от больничной рутины. Сегодня свято, сегодня день захиста детей. И это не просто слова, что дети – это наша гордость, это наша любовь, это наша надея, это будущее нашей Украины. Но для нас, вот тут, на этой территории, в лекарне, это очень важные детки, потому что они в определенный период хворяют. И хочется им дать почувствовать, что скоро хвороба закончится, они повернутся до полноценного жизни. Но именно эти моменты, что они не втрачали, родили с жизнью. Фонд таблеточек сотрудничает с Ахмадитом 7 лет. И подобные мероприятия организовывают регулярно, не только для маленьких пациентов, но и для родителей. Мы организовываем волонтеров, которые проводят занятия арт-терапией в отделениях. И не только, кстати, в отделении онкогематологии, но и в отделении токсикологии на территории Ахмадита. Наши волонтеры приходят регулярно, по несколько раз в неделю проводят занятия с детками, с их мамами. И кроме того, мы стараемся регулярно устраивать праздники. Каждый месяц это день именинника для тех деток, которые родились в этом месяце. Тоже с аниматорами, с клоунами, с подарками. И раз в квартал мы проводим Дни красоты для мам и для девочек, которые лечатся в отделении. Организаторы надеются, что благодаря таким праздникам пациенты Ахмадита хотя бы на время забудут о своих болезнях и ненадолго вернутся в беззаботное детство. Ольга Теребинская, Ксения Барвиненко, Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер. Ввести уголовную ответственность за подделки и отменить НДС на медикаменты требует лидер радикальной партии. Во время своей поездки в Чернигов политик пообщался с горожанами. Лешко сообщил, что его политсила добилась выделения трех миллионов из госбюджета на новый рентгенаппарат для городской больницы. И теперь будут бороться за расширение программы доступные лекарства. В первую очередь обмежение рентабельности, чтобы не продавали и не заработали по 300% за рахунок обкрадения людей и на их здоровье. Отновление государственного регулирования цен на лекарства, скасывание ПДВ на лекарства, расширение программы доступные лекарства, в частности за рахунок лекарств на онкологию, чтобы бесплатные давали, антибиотики, от диабета, от астмы, качественные нормальные лекарства, которые люди ликуются. Евросоюз и Канада обратились в ВТО, чтобы оспорить решение США ввести пошлины на импорт стали и алюминия. И параллельно принялись готовить ответные меры. Перерастет ли обмен любезностями в новую торговую войну, выясняла Татьяна Лагунова. Больше никаких поблажек. Соединенные Штаты ввели таможенные пошлины на импорт стали и алюминия для стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Они вступили в силу в ночь на 1 июня. 25% на стали, 10% на алюминий. Дважды страны ЕС, Мексика и Канада получали отсрочку и пытались уговорить США пересмотреть решение о введении пошлин. Не получилось. Это плохой день для мировой торговли. Европейский Союз не может не отреагировать. Мы обратимся в ВТО и вскоре представим ответные меры. Когда дело касается мировой торговли, вводить односторонние меры совершенно неприемлемо. Жалобу в ВТО Европейский Союз уже направил. Контрмеры тоже разработаны. Европейцы планируют в отместку обложить пошлинами целый ряд американских товаров. В черном списке мотоциклы, яхты, джинсы, футболки, косметика, рейс, кукуруза и бурбон. Европейский Союз был готов к переговорам. Мы сделали США хорошее предложение. Сейчас мы проанализируем решения американских властей и дадим единый и решительный ответ. Это неприемлемо. В международных отношениях не действует право сильного. Международные отношения – это не Дальний Запад. Мы осуждаем это решение. Переговоры по ответным мерам стартуют в Брюсселе со следующей недели. Обнародовать их еврочиновники обещают до конца июня. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чун Ином. Об этом президент США сообщил после переговоров с северокорейскими чиновниками в Белом доме. Кроме того, представитель КНДР вручил американскому президенту письмо, написанное лично Ким Чун Ином. Дональд Трамп назвал послание очень интересным, но не стал раскрывать подробности этого документа. Встреча двух лидеров запланирована на 12 июня. Событие, о котором говорят. В Нью-Йорке открылась первая персональная выставка украинской художницы Зинаиды, которую местная пресса сразу же включила в десятку самых ожидаемых событий. Что в экспозиции и почему украинское искусство так заинтересовало американцев, выяснял Дмитрий Анопченко. Выставку украинской художницы Зинаиды принял арт-центр «Вайтбокс». Культовое место. Он был первым в Челси, Нью-Йоркском районе художественных галерей. Его владелец Хуан Пунтес за 20 лет работы научился с первого взгляда определять, где настоящее искусство, а где претензия на него, к чему публика в Нью-Йорке останется равнодушной, а что примет. Я уверен, что Нью-Йорк не просто будет заинтересован, он обязан знать об этой выставке. Мы тут следим за новосями, мы знаем, что происходит в Украине. И для интеллектуальных, интеллигентных, креативных жителей Нью-Йорка эта выставка будет резонансной, ведь здесь заложено так много смысла. И не стоит переживать, что те, кто слышал об Украине лишь из новостей, этот смысл не поймут. Здесь все понятно без перевода. 16 женщин, которые были волонтерами на Майдане. В белом минималистичном пространстве арт-центра, где нет мебели и декораций, и ничто не отвлекает от самих работ, все внимание к этим лицам и их нерассказанным историям. Для автора проекта, украинской художницы Зинаиды, важно было обратить внимание на роль женщин, рассказать о людях, у которых хватило силы и мужества бороться. Наша страна пребывает в политично-критичном состоянии. И именно с точки зрения мастерства можно обратить внимание на наши глубины традиции, на наши мощные традиции, на нашу украинскую культуру, как очень мощную и энергетическую. И именно на наших людей, которые имеют эту силу, которые могут изменять историю Украины. И именно для меня это главная миссия, с которой я сейчас присутствую. В названии этой выставки особый код, который во время боевых действий использовали военные, чтобы сообщить, все спокойно, 4-5-0. Три цифры, которые для тех, кто был в АТО, стали теперь пожеланием мира. Эта тема близка и Америке, где множество ветеранов. И это еще одна причина интереса к работам Зинаиды. У Зинаиды очень чувствуется ДНК, исторические корни, чувствуется, откуда она, что она украинка. То, что меня зацепило, и я восхищен, что могу показать это людям в Нью-Йорке, ее отношение к традициям, к ритуалам, это бесценно. Персональная выставка продлится не несколько дней, как часто бывает, а целый месяц. В Нью-Йорке с его бешеным ритмом жизни это большое событие и серьезный шаг в жизни любого художника, который стремится донести месседжи, важные для нас всех. Из Нью-Йорка Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Это все новости на сегодня. Приятного вам субботнего вечера и воскресенья тоже. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова